День добрый, друзья мои, с вами Пан Колобок из Одессы. И сегодня в гостях у Колобка гостья из Одессы Валентина. И что примечательного в Валентине, кроме того, что она очень красивая женщина. Она, друзья мои, много десятилетий в Америке, она проработала на MTV в Голливуде, в Warner Bros. 17 лет, в Диснее. И вот сегодня мы познакомимся с ней, она расскажет нам свою историю, как она там оказалась и что она там делала. Здравствуйте, Валентина. Руслан, здравствуйте, вам добрый вечер, мне доброе утро. Ну и всех приветствую из Лос-Анджелеса, в котором я довольно-таки долго живу, вообще в Соединенных Штатах больше 30 лет. Приехала, ну скажем так, сразу после института, как комсомолка, активистка, красавица, спортсменка. И все получилось. То есть в Одессу меня привезли любовь. Этот город меня, конечно, принял с большой любовью и с большими планами на будущее. А сама я закончила Кировоградский пединститут ИНЯС. Но на сегодняшний день у меня институт забрали, потому что он был назван в честь Пушкина. То есть я даже не знаю, как он называется, институт, и города. Теперь нет, в котором я училась. Когда я раньше устраивалась на работы в голливудскую киностудию, в голливудские киностудии, образование не спрашивали, дипломы не спрашивали. Вы знаете, вы могли даже сказать, вы закончили Гарвард, вы закончили Йелл, большие университеты. Никто не попросит у вас диплома. Для меня это было очень странно, потому что хотела предоставить все наше высшее образование, которое мы в Союзе получили в возрасте 21 год. Потому что в Америке не пропагандируется высшее образование. Очень малое количество. На сегодняшний день у нас, по-моему, в Массачусетске на первом месте 44% у людей, у которых высшие дипломы. То есть в Америке не котируется вообще высшее образование. У меня есть вопросы. Я вот недавно додумался до такой теории, сам, между прочим, что 80 на 20. 20 на 80. Сейчас все беженцы и эмигранты, которые едут в Европу либо в Америку, из них не получается у 80% интегрироваться и ассимилироваться. Не получается. Только у 20% получается. Но тогда, 30 лет назад, когда уехали вы, была динамика противоположная. У 80% получилось, у 20% не получилось. И вот вы, я так понимаю, вошли в этот престижный процент, который получилось. Неужели было все так легко? Вы знаете, мне очень тяжело сказать за сегодняшнее время. Нет, за вас. Абсолютно не было легко. Потому что иногда я, вообще-то, я приехала одна и сама становилась на ноги. Вот был миллион долларов с собой. Сколько вы денег привезли? Извините, пожалуйста, я приехала на маленький бизнес-трип, поездку, потому что мы снимали документальный фильм в Одессе. И у меня было 200 долларов и чемодан. И я приезжала в Соединенные Штаты на 4 месяца. Мой первый город. Давайте быстренько я расскажу, как я уехала из Одессы. Зачем уехала из Одессы? Абсолютно. Когда ты не планируешь, наверное, ничего, у тебя все должно получиться. Я никогда не планировала уехать за границу. У меня хорошая, неплохая, скажем так, жизнь была при Союзе, с моим образованием, с моим темпераментом, с моими языками. Но получилось так. Очень много было интересных мероприятий в Одессе, где я работала переводчиком. И через полгода меня американцы пригласили в Нью-Йорк. И, честно говоря, я 4 месяца была в Нью-Йорке. Нью-Йорк оказался мне страшным, очень грязным, очень шумным. Хотя я уже в Одессе достаточно жила. И у меня любви не было к Одессе. Вернее, к Америке, к Нью-Йорку. Мы работали на Бродвей. И я первый раз, когда попала на Бродвей, я очень испугалась, потому что в какой-то в 90-х годах мэр города Джулиани, это был вообще рассадник проституции, наркомании, а в 90-х годах мэр Нью-Йорка сказал, я хочу на каждом магазине повесить 200 лампочек. И поэтому Бродвей засиял. И когда я попала туда, я после этого не разговаривала 3 дня. И я притворялась, что у меня болит горло. Но я была в шоке. Я была в шоке от, честно говоря, только от Бродвея. А потом меня Бог занес в Лос-Анджелес, потому что одна музыкальный доктор, у нее звание доктор по музыке, она увидела меня, она сказала, мне нужен очень энергичный человек, я хочу создать симфонический оркестр в Лос-Анджелесе, поехали. И все, мне купили билет, и мы поехали в Лос-Анджелес. И на тот момент, если бы мне сказали коробу пасти, я бы поехала на ферму, но в данный момент мне предложили симфонический оркестр, я поехала работать и строить симфонический оркестр. А потом, я когда увидела эту лос-анджелесскую жизнь с ихними хайвейами, с ихними домами, бассейнами, ну, честно говоря, я продалась за стиральную машинку, сушку и посудомойку. Я, когда это все увидела... Я извиняюсь. Я думаю, будет справедливо дополнить, что Америка 30 лет назад действительно была в хорошей физической форме. Это не сейчас. Абсолютно. Я согласна. Я согласна, потому что сейчас мы постоянно, постепенно мы теряем облик Соединенных Штатов. Мы буквально Калифорнию начали терять 10 лет назад. И вы знаете, мы это все, вот эти все минусы Соединенных Штатов, мы не видели, когда не было детей. Когда ты молодой, когда ты преуспевающий, когда у тебя никаких проблем, у тебя родители в порядке, потому что у моего мужа здесь родители. Ну, все прекрасно. Мы помогали всем, и насколько это возможно было. Но когда пришли дети, мы столкнулись с образованием, мы столкнулись непосредственно с детскими докторами, мы столкнулись со всеми ценами, сколько дети в этой стране стоят. И дело не в деньгах, а вообще в образовании это отдельная тема будет. Так как дети наши родились здесь, с первого дня мы с ними ходили в нулевой класс, и сейчас у меня сын в 10 классе. Все, 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 мы сделаем маленький анонс. Про образование и про медицину, это будет два отдельных ролика. Давайте, как вас встретила Америка, и как вы попали в Голливуд, в Дисней, в МТВ. Вы видели, наверное, Мадонну. Хорошо, честно говоря, очень многих видела. С очень многими можно стоять в одной очереди за кофе, вы их не узнаете. Мой муж каждое утро брал лифт на работу с Magic Johnson, потому что у них офисы были... Вы понимаете, Америка на голливудских звезд реагирует очень спокойно. Особенно, если в этой индустрии, во-первых, нас инструктировали, вы не можете на них бросаться, вы не можете... Если они на вас бросятся, то тогда улыбайтесь, можете сфотографироваться. Но самим нам нельзя, не разрешается подходить. Вот. И я прожила в Америке... Я просто прощения, Валентина. Маленький прикол, только что вспомнил. У меня там интервью было с одной очередная Ганна Стернополя. Прошла фильтрацию, попала в Америку, ой, в Америку, в Москву. Ганна Стернополя в Москве. Вы представляете, вот это... Она рассказывает, говорит. Стояла она там где-то в каком-то банке, что-то с карточкой, не дают карточку, стояла, чекала и увидела Дмитрия Дюзева, космоса. Она говорит, я как побачила, воно такое великое, воно такое красивое. Усталася. Ну, космос, ты космос. Руслан, это правда. Это правда. Когда ты их видишь, ты ведешь себя цивилизованно. Ты просто говоришь «хай», и ты продолжаешь ехать или стоять в очереди с ними. Но потом ты выходишь из лифта, ты забегаешь на твой этаж, где ты работаешь, и ты кричишь «Мел Гибсон в лифте!» «Еще кто-то в лифте!» Это, конечно, мы все вот такие очень excited, очень возбуждены, когда этих смотришь. Особенно за 20 лет в индустрии. Мы все их видели. У нас некоторые фотографии разрешали сделать. То есть очень-очень интересно. Вы женщина цивилизованная. Вы просто руками махнули. А та Ганна с Тернополя, с Переляку, побачила великого красивого космоса та надзюрила у колготы. Ладно, короче. И вы вот это, как вы попали туда в эти всякие ворнер-бразерс, я не могу понять? Турбина? У вас турбина? Вы включили турборежим? Турборежим? Ты понимаешь, они сами ко мне шли, потому что 7 лет я прожила среди американцев, а только потом я постепенно начала встречать русских. И каких русских? Которых привезли 5 лет в Соединенные Штаты детей. То есть они говорящие на русском, но менталитет полностью американский. И где мы начали? Мы же все молодые. У меня все подружки были со всех, скажем, стран. Это Швейцария, Швеция, Дания. Мы все были иностранки. Германия. И мы ходили по барам все. И потом мы начали, вы не представляете, встречать людей, у которых были бизнесы. Я свою первую подружку из Одессы, Таньку, встретила, извините, пожалуйста, в ресторане в туалете. Я с русским акцентом сказала очень грязно здесь, very dirty. И она меня спросила на английском, вы откуда? Я говорю из Одессы. И она говорит, и я из Одессы. Она же уже из Одессы 30 лет, в той Одессе не была. И Танька работала на MTV. Вы понимаете, в Лос-Анджелесе у нас была маленькая такая бранч, вот, MTV. Потом она меня забрала в Нью-Йорк на MTV. Мы работали на MTV со всеми звездами. Но мы работали в пост-продакшн, мы все подготавливали это все. А потом я сделала... В общем, знаете, я хочу всем посоветовать, если вы квалифицированный специалист, если у вас диплом, вы должны не свое резюме, а свою фотографию, свое имя, свою маленькую историю, что вы заканчивали, где вы работали, на каких языках вы разговариваете, поставить на платформы. Причем американские платформы. Это, я говорю, как Glassdoor, если вы знаете, это LinkedIn. Когда вы пишете свою маленькую биографию, резюме не выставляйте, я потом всех научу, почему. Вот. И так на вас идут работодатели. У вас будет большая возможность найти квалифицированных работ, чтобы вы не побирались в нянечках, в таксистах и все. Если вы немножечко говорите на языке, если даже на нем не говорите, ребята, вы выучите этот язык, поверьте. Но вам главное попасть в русло. Но вас должны видеть. Не сват, брат, а вы должны себя сами рекламировать, и работодатели пойдут на вас. У меня очень хорошая история. Ну, не все же такие красивые, как вы. Якщо приехала какая-то жиночка, вот килограмм на 160, ну, куда эту фотографию? Взлякается. Взлякается роботодатели. Ну, у той жиночки, я надеюсь, у нее есть диплом. Да нет диплома. Срак очистила. Ну, если у нее работы были квалифицированными, то есть она будет продолжать это делать и в Соединенных Штатах, и в Европе. Если нет, то извините, если вы коров дали там, то вы коров будете и здесь. У нас очень много ферм. У нас очень много сильных женщин, которые могут и БК подоить. Ну, хорошо. Давайте по вашей истории. Попали вы в МТВ? Попали, попала я в МТВ, а у меня мой молодой человек жив в Лос-Анджелесе. Я три года прожила в Нью-Йорке, и потом он дал мне выбор, выбирая, женись на мне или на своем Нью-Йорке. То есть мне нужно было выбрать обратно Лос-Анджелес. Я потом уехала в Лос-Анджелес. И у меня мои резюме, мои фотографии, моя биография была на вот этих всех платформах. И потом мне позвонил Warner Brothers. Это было просто случай. Потому что в России тогда они запускали канал русскоязычный. Это Cartoon Network. И им нужен был русский специалист. А у меня уже работа была. Я получила лицензию агента по недвижимости. Я уже продавала дома, покупала. Мне Warner Brothers позвонил и спросил, вы ищете работу? Я сказала, нет. У меня есть работа. А потом они начали меня хотеть. То есть приходите на интервью. Я говорила, нет. Мне некогда, потому что у меня показы домов были и все остальное. В общем, мой муж говорит, ладно, иди. Это же все-таки Голливуд. Я говорю, ну ладно, я пошла. И так я, как я знала, им нужен был русский специалист, я себе говорила, какая цена меня устраивает. И это был очень хороший run. Это была очень хорошая дорога. Я там прожила, в этой студии, около 17 лет. Я работала с международными студиями, с 45 странами. Я выучила языки. Это очень настолько, вы понимаете, для мозгов приятно. Знать доброе утро на 17 языках. Говорить до свидания на 20. Вам нужны вот такие ключевые слова, чтобы кого-то улыбнуть, чтобы кого-то порадовать и дальше шагать. А потом начался ковид. И работа вся спала. Я ушла оттуда, потому что двое детей несовершеннолетних. Это было очень тяжело. И работать, и они хотят каждый час кушать, пить. И мне нужно было рассчитаться оттуда после 17 лет. Они не отпускали, они хотели, но получилось так. И потом я начала проходить. Я около года после ковида искала работу. Я прошла, ребята, 21 интервью с главными студиями Голливуда. 21. И я остановилась на Дисней. И сейчас я с этой компанией. Это другая история, потому что, если рассказывать о голливудской специфике, то есть это должен быть другой выпуск. Мы, наверное, сделаем потом отдельно выпуск после того, как медицина, образование, изнанка Голливуда, мы назовем его так. Хорошо, хорошо. А подниматься нелегко. Даже я иногда думала, как хорошо приезжать в чужие страны. Одному человеку, только мужу и жене, с детьми. А вы знаете, никак. Кому как. Я приехала одна, встала на ноги. Мой муж приехал с папой, с мамой, две бабушки. Одна бабушка без ноги, другая бабушка 90 лет. То есть через что они прошли, и все стали на ноги. И я хочу сказать, потому что я советский человек, я не знаю, можно такое говорить или нет, я уехала сразу после расхода. Я никогда не прожила ни в незалежной, ни в других странах. Я просто советский человек, приехал в капитализм. И все, что у нас в багаж было накоплено до 22 лет, я это все использовала. Я это все использовала, я оборачивалась, я не боялась никакой работы. И я также говорю, если у вас хороший голос, устраивайтесь на радио, если не хотите свое лицо. Я давала голливудские репортажи в Чикаго. Мне платили тогда 25 долларов за 5 минут, но каждую субботу я выходила. Доброе утро, Чикаго. Новости из Голливуда. Все. Потом мамка моя стояла на базаре и крутила эту кассету. Моя Валька в Голливуде дает эти самые... Это было очень мило. Потом у меня почерк хороший был. Я хваталась за всю работу. Я потом поняла, что за свой почерк подписывать приглашение. Конверт стоит 2 доллара. И приглашение 2 доллара. Значит, я 4 доллара на свадьбу я могла вручную подписывать. Понимаете, я как был один человек-оркестр. То есть хотите музыку, я пойду оркестр буду делать. Хочите подписывать приглашение. То есть используйте все свои skills, навыки. То, с чем вы росли, что вы приобрели. И еще, ребята, я хочу сказать, что самообразование – это очень-очень важно. Если вы что-то недоучили, если у вас что-то не получилось, сядьте, потратьте самообразоваться в каких-то аспектах. Вот. Потому что мы всегда будем выигрывать. Общество, в котором я сейчас нахожусь, это очень необразованное общество. Поэтому мы очень быстрые. Мы видим две картины, которую они не видят, потому что они здесь родились. То есть сейчас немножечко волнение за наших детей, так как они продукт этого общества. Но у нас... Еще про языки я хочу сказать. У нас закон в доме говорит только на русском языке. Потому что мой муж знает русский язык, он украинского не знает. И русский язык. Потому что если даже один родитель – россиянин, русский язык, другой – украинский, пусть папа говорит на украинском, с мамой на русском, ребенок – это будет знать. Это мамин язык, это папин язык. Мои дети не говорили на английском до пяти лет. Они ходили в русские садики. Мы специально их не водили. Они пошли за четыре месяца. Они плюс-минус выучили язык. И по сей день мы на них кричим. Между собой они говорят на английском. Но с нами они подходят. Это большой труд. Это большой труд. Это большие нервы. Но мы их останавливаем. Мы говорим. Теперь скажи это на своем родном языке. А потому что, когда их будут брать на работу в этой же самой стране, на любую работу, если ты знаешь два-три языка, потому что они еще испанские здесь учат, то возьмут тебя с языками. А другого американца, который говорит только на английском, они будут учить. Они на него не посмотрят. То есть преимущество даже языки, которые вам совершенно не нравятся, но вы уроженец этого языка. Вот я на мове. Я одна, наверное, 30 лет. Я думала, я одна украинка в Калифорнии. Я никого не видела с украинским языком. И когда я пришла работать на Warner Brothers, меня спросили, ты откуда? Я сказала гордо, я с Украины. А потом мне очень взрослый человек сказал, это там, где Ближний Восток. И я начала быть русской 30 лет. Пока эти события. Сейчас я болгарка, потому что я не хочу участвовать ни в каких темах, особенно в тех корпорациях, в которых мы работаем. И когда мне говорят, ты же родилась на Украине, ты украинка. Я говорю, знаете, я родилась на Украине, сочинила сама, а прожила всю жизнь в Болгарии. А потом мне Дисней сейчас приходит и говорит, перейди мне это на болгарском. На этом я иду на Google Translate, я же говорю на болгарском. Ты никогда не говоришь нет. Это точно так же, как я, извините, быстренько в порту в Одесском. Я была немецким переводчиком. Я немецкий, господи, после этого пединститута еле разговаривала. Я сама его сочиняла. Я брала. Я никогда не говорила нет, ничего. Я сама брала словари, сочиняла. Ты говоришь на немецком? Да. На еврите говоришь? Да. На испанском – да. На всем говоришь. Немножечко подучил. Это я что-то не уловил. В Одессе, как это, не говорила нет никогда или никому? Как это в Одессе? Если ты не говоришь всем нет, то это же будут использовать тебя. Но никогда не говорить нет. А использовать – это, когда ты идешь на работу, и когда тебя спрашивают, ты можешь это делать, ты можешь это на этом языке говорить. Ты всегда говоришь «да». А потом ты учишься быстренько. Самообразование. А потому что тебе нужно выжить, тебе нужна эта работа, тебе нужно престижное место, и ты на все говоришь «да». Вот это залог успеха. Это, кстати, залог успеха. Это да. Это позитив. И даже если чего-то ты не знаешь, ну, такого не может быть. Открой книжку, выучи. Язык. Язык тоже можно выучить. Нужно хотеть. Я здесь выучила и в рит разговорный, и испанский. Потому что я работала, моя подруга, она дирижер в Лос-Анджелесе, дирижер Лос-Анджелес Джушь Симфони, Лос-Анджелесский еврейский оркестр. И он родился, этот оркестр, когда я приехала в Лос-Анджелес. И так как я была среди еврейского, как это сказать, общества, мне нужно было выучить. Йидыш я не учила. Я пошла, я ходила три года в университет еврейского языка. Я выучила еврейский язык. И, ну, это всё интересно. А кто сейчас ваши друзья там? Украинцы, русские, американцы? Это хороший вопрос. Мы у нас по сей день, у нас друзья американцы и иностранцы из других стран. Русские семьи я встречаю только по субботам в русской православной школе, куда наши детки ходят с трёх лет, поэтому они грамотные, они умеют писать, читать стихи. Мы до сих пор учим стихи на русском языке. Знаете, я хотел от себя добавить, вы вот вчера мне скидывали видео ваших деток, это такие ангелки. Но, что я бы вам хотел сказать, они прямо настолько светлые, они аж светятся. Просто, ну, они, вы же понимаете, в каком окружающем мире, как бы, как их выпустить в этот злой мир, таких светлых детей? Вот я сам задумался об этом. Это очень сложный вопрос. Они же будут в шоке, когда поймут, какой этот мир в нас окружающий. Руслан, это отдельная тема про образование, потому что мы начинали с школы. Это большая трагедия образования в Соединённых Штатах. И я понимаю, я сначала, мне заняло 20 лет понять, что люди в этом не виноваты. Так как построена система образования, вот то ты получаешь от людей. Это очень добрая страна, это хорошие люди, но они глупые. Поэтому мы очень быстрые, и мы пользуемся, и переплёбываем их в течение 10-ти плюс лет. Потому что образование никудышнее, и мы боимся за наших детей, поэтому они ходят в русскую школу, они учат географию, они учат языки, они учат историю, советскую историю, непеределанную, не российскую историю, не украинскую, а нашу советскую, потому что у нас советские учебники, представьте. и посмотрим. Это большая трагедия, и мы были в государственных школах до 5-го класса, это называется начальная школа, потом идёт средняя школа и высшая школа, это до 12-го класса. То есть мы сразу пошли в частные школы. И в частные школы это тоже трагедия. У нас сын проучился 2 года в частной школе, я вам потом отдельно это покажу, и мы сейчас его перевели в государственную, потому что книги исчезают, пишут карандашами, у них ничего в школах наизусть на память не учится, таблицу умножения они делают по калькуляторам. Вот куда мы настолько переживаем за деток наших, потому что всегда хочется, чтобы детки превзошли своих родителей. И мы сейчас смотрим на наших деток, хотя мы вкладываем всё, мы работаем и день и ночь, то есть мы выходим из дома, вы говорите, у вас 5 утра. Нет, у меня уже 7 утра, мы уже на конях, мы уже душ приняли, покушали, уже всех распихали по школам, потому что муж уехал, ехать на работу, ребята, час. То есть ты сидишь за рулём, у нас пробки невероятные, вот у нас сейчас будет через 4 года Олимпийские игры, нам сказали, наверное, мы летать будем, потому что машин невероятное количество. Если раньше можно было добраться до студии за 20 минут, сейчас у нас час, то есть час туда, час обратно. Представляете, в каком состоянии ты находишься каждый день, но при этом нужно детей, работу проверять домашнюю, гавкать, готовить, убирать. И ну, как у всех, как у всех. я надеюсь, что всё, что сейчас происходит, люди, которые выбрали для себя иной путь в другой стране, вы знаете, не бойтесь трудностей, говорите «да», смотрите на все вызовы, неполадки, найдите выход и используйте в свою пользу. И научитесь преодолевать трудности легко, драмы не создавайте, но хорошо, у тебя камень стоит. Хорошо, я могу его либо обойти, либо перепрыгнуть, либо поднять, если я физически сильна. Но драму не надо, сидеть и плакать над этим камнем. У меня очень много было препятствий. Я одна приехала. Было безумно тяжело, эмоционально тяжело. У меня мамки не было там, у меня папки не было. Я одна была. Я жила с американцами, они все добрые, милые, но, знаете, ты набиваешь кожу, эту толстую кожу, когда ты становишься непроколимым. А мама моя, царство небесное, ей, она же мне ничего не рассказывала за 92-е годы, 93-й, 94-й, это развал страны. Я уехала в 92-м, и я маме высылала деньги, а вы не представляете, она мне эти деньги ложила в конверт и отсылала обратно. И я чуть не понимала, откуда, потому что, если я ей 20, 10 долларов высылаю, она мне высылает 50. С Украины в 90-е годы, с маленького городка, Кировоградской области. А самое невероятное, это было, когда мама начала мне высылать непроштампованные марки американские. Я это сразу не врубила. Мама мне начала слать марки американские. Я думала, они продаются в Украине, на Украине, и что это такое. А потом я поняла, мамочка моя отдирала непроштампованные марки и ложила своей датыни, сейчас расплачиваюсь, чтобы я деньги не тратила, когда я отсылаю письма. Вы представляете, это советская мама. Я вам скажу, как Папандопол из Одессы. Что я вас такой влюбленный? Ну вы однозначно молодец. Спасибо, что вы пришли, уделили время, рассказали. Я думаю, что мы запишем с вами целую серию про медицину, образование. Изнанка Голливуда нас интересует, что там, как там, из чего там они валят эти вот Микки Мауса и Дональдака. Знаете, мои Warner Brothers люди, они очень, это две соревновательные компании, и они друг друга не любят. И мои коллеги с Warner Brothers, они этого бедного Микки Мауса, они называют это крыса. Это не мышка, это крыса. Понимаете? А мне нельзя такого слышать. То есть у меня Диснейленд, это, честно говоря, в Америке это культ. Если мы выберем на выходные пойти на рыбалку, на пляж, куда-то в лес поехать, они идут все в Диснейленд. Это другая компания. У них у всех браслеты, маникюры в Диснейленд с Микки Маусом, у них ушки, у них стаканы, чашки. Ну, в общем, я тоже часть этой индустрии, то есть я тоже в Микки Маусе, но в машине у меня кружка с буквами WB, потому что я там больше была, меня, наверное, застрелят на Ворнер. Ну, добренько, Валентина, тогда спасибо, будем на связи. Спасибо, что пришли. Всего хорошего всем и удачи и оптимизма, ребятки. Bye. Bye, пока. Субтитры сделал DimaTorzok